Провинция решает! Без капусты, пацаны! Нам нравится тебе? Отлично! В Советский Союз подъехал. Отличное выходное, не так ли? Как? Блестяще! Все небо в шарах. Представляет 522 километра! Какая! 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 А вот и товарищ Сталин, наверное, что это? А он мерц стоит! Кричи ему ебать! Ничего с дорогами сделано! Едем снимать заставку на канал. Ищем сейчас аргумент, надо чем-то разбить телевизором. Нужна арматура или какая еще хуйня? А вообще сегодня День Победы. Вот приехали к родителям к моим в отбор. Вот эта вот тетка, она, блядь, всю жизнь пьет. Я, блядь, сколько ее знаю. Всю жизнь пьет, ковры выносила, спиздила ковер, блядь. Помню, у кого-то с моего дома. Не знаю как, но спизден. Здесь ты бухал? На этих, на скамеечках. Ебать, ты тут, что только я не делал. Эд, слышишь, что, короче? Я тут пиздюком на турнике даже подсекивался. Вот Поля написал. Парни, извиняйте, не могу найти транспорт, чтобы с отрадом приехать. Тачка только на 5 часов. Ебать, да ты Даштаньян. Да она Динамо, смотри. Ёбамиру. Бля, где ебучий топор, сука? Она острая? Нет. Но проткнет. Ну может. С левой стороны, говорит. Ну и где с левой стороны? А может быть это левая сторона у меня? Давай. Сергей Жуков, пидорас, блядь, конченый. Потому... Ну вот теперь слушаю, почему отвлекся. Сразу воспоминание о караоке в Питере, который под его предводительством. Которое, блядь, нихуя не работало. Мы с пяти до последней песни. Блядь, зашли в семь хуй. У-у-у, блядь. Покуда, тварь. У нас сегодня день съемок. Решили записать новую заставку на канал. В конце концов, Роман выбрал, что должно сниматься четыре человека. Я Данил, Никита, голова говном набита, и Колян с Отрадного. Ну, блядь, в итоге Колян не смог в последний момент приехать. Никита, блядь, проспал. И пиздец, опять мы делаем шаурма-патруль. Уважаемый, тут открыл, в конце концов, в торговом центре Аврора. Прям совсем напротив старой точки. Старая точка тоже функционирует. Прям в Авроре открыл. По совместительству, вот с какой-то крутой копейней. Тут вообще все прокачалось. Я тут взял в лепешке шаурму. 130 или 140 рублей что-то стоит она. Что-то такое. Ну вот, тут, конечно, очень круто. По атмосфере. И прям посидеть можно конкретно. Поднимаются мужики. Вот, сейчас будем пробовать. Мне как себе делают. Здесь реально тонкая лепешка. Свежая и до хрена хурица. Я, конечно, понимаю, что мне все по люксу сделано. Но на самом деле очень круто. И чуть не хуже, чем через дорогу. Вот, напротив старый прям. Это все одно. Все одни чуваки. Провинция одобрена. Ну, а на самом деле просто сегодня днем что-то захотелось очень сильно курника фирменного. И решил прогуляться от дома до Авроры. Думаю, блин, сто лет не ел ни шаурму, ни курника. Прихожу, короче, к уважаемому на вторую точку. Ну, что-то слово за слово. Сто лет не заходил. Че, куда пропал. У нас тут новая точка открылась. Ну, и, короче, угостил, уважаемый. Думаю, вот кайф. Ну, что-то все дела. Пошел к коту, купил фарш. Вечером прихожу с женой в Аврору. Тут опять уважаемый уже в торговом центре. Ну, вот этот вот новый его ресторанчик, скажем так. Тут самый главный уважаемый хозяин сидит. Я с ним раньше так, только издалека. А это все. О-о-о-о, там провинциалы подъехали. Все дела. Они там сидят с какими-то друзьями, целый стол. Давай рассказывать про наш влог. Типа, да вот пацаны там вообще на ютубе. Начали показывать свой видос с открытия этой шаурмички. Какой-то концерт у них там был. Угорали. Ну, и в итоге еще и в лепешке угостили меня. Так что задобрили и вам советую. Нет, на самом деле, и без этого всего. На самом деле, с душой подходит. Всякую херню не сунют. Всегда свежая и очень круто. Ну, так вот, у нас сегодня решили еще одну точку вам показать. Это он говорит, что его брат держит. Мою фичку все спиздили. Это просто моя фичка. Шаурма номер один. Ну, это, короче, вот их семейная штука. Так что мы теперь на Кирово. Обратите внимание. Оп. Около Виволэнда. Недалеко. Граждане фанаты от стадиона Металлурки, между прочим. Так что сейчас будем пробовать. Взяли мы одну в лепешке. Я взял в лепешке. Золотую середину. Роман взял курник на вид. Очень даже неплохой. Фирменный. Обслуживание мне не понравилось. Обслуживание не гостеприимное. Да, на Авроре, конечно, обслуживание получится. Да вернуться охотно. Да и мы вообще сейчас сравним. У меня в кусты еще остался вот такой лепешки, которая в Авроре в ТЦ новая. Сейчас будем сравнивать. Конкретно все по пунктам раскладывать. Я раскрываю, господа. Батя, у меня майонез что-то полетел. Майонез. Ну так вот. Ну не твой смысл этой шурмы. Да у меня и не майонез. Что я хочу обратить, на что внимание. На Авроре, когда я ел, была очень тонкая такая эта. В принципе, тут тоже не вот тем толстая лепешка. Мне это нравится. Не знаю, как на вкус. Мясо с них как-то суховатное. Что по шове? А остальное заебись. Плотное, четко набитое. И лаваш свежий. Капусты нет московской? Нет. Это самое главное. Я могу сказать, что на углу, на физкультурный, раньше была хорошая шурмичка, теперь делают хуже намного, чем на глянде. Пока что наш выбор все-таки стоит, если мы берем... Чтобы никто не думал, что мы тут подкупные какие-то этого уважаемого, мы будем действовать все по справедливости. На Кирово занимает третье место по шурмичкам от уважаемого. Моя оценка. Если мы берем шурмички на площади Кирова вообще в целом, то первое место это все-таки где в розовом лаваше. Это строго напротив... Там в Терноту и там нравится. Ну, где розовую, да. Нет? Почему? Ну, а где здесь на площади Кирова по-твоему тогда лучше? Вот именно площади Кирова. Вот это? Да. Хорошо. Вот видишь, уже голосование. Так, тебе курник как сам? Ну, мне курник больше вот там нравится. Да. Ну, где мы обычно брали. Последний раз. Ну, давай, чувака. У накуриного? Да. Сам лаваш на Вроле был посвежее. Да. Булка сухая. Я не знаю, может она обветрилась, пока я до сюда дошел. Да, может быть, такого? Вот там. У накуриного чувака не очень мягкая булка, а здесь жесткая. А вот об эту пипку можно разъебать полъебала. У накуриных мягкие булки. Но все внутренности абсолютно свежие. Не понравилось, что же распределено. Не равномерно все. Вот напоследок у меня остается веганская лепешка. Вся курица улетела. Но. То есть курник под конец был самый вкусный из тех курников, что я ел. И дали дохуя салфеток. Это вообще очень. То есть все-таки кнут был и пряник присутствует в нашем обзоре. Точно. Салфеток дохуя. Слушай, а ну и какую же мы оценку дадим? Какую ты оценку даешь? Я вне ни с кем. Нет, вообще какую ты оценку даешь по сравнению с идеальным курником, как ты его видишь своим. Четверка. Это дохуя. А общая оценка будет? Потому что я даю 3 на свое блюдо. Сейчас ждем этого шмыря. Под конец прям четверка точно. И салфетчик. Который опять ебался грузку делать. Вон смотри, засними его. А ну блять, похлаждается. Я даю 4 этой шуме. И за мясо сухого. То есть прям 4? Ты уверен? Четверка это дохуище. Это пизда, да? Нормально шума. То есть ты уверен? То есть ты можешь за нее ручиться, потому что она была хорошая. А я там дохуя разъел. Я просто лепеху ебанул, блять. Трендельно. Ну Рома тоже 4 дал курнику. Ну ладно. О, блять, на Перлин! Крым наш! Крым наш! Крым наш! Крым наш! Крым наш! Красные! Красные в городе! Да я, сука, этому обаме, блять, ебон! Блять, я его ненавижу, блять! А че ты ненавижу? Я Трама ебанил, блять, блять! Я этого шоколадку, блять, ненавижу! Да че, блять, Трамп, это все, эти куклы, обамы, блять! Со специально наебали, так и знал, что наебут нас, блять! Куплю парик, куплю парик Трампа, дорого! Да, пидорам, блять, наши их все равно! Ну, надо кому-то загнуть его! Рак, кому-то пол! Крым наш! Истерия просто! Черножопая тварь, блять! Ай! Сука, я их, блять, всех пиндосов нахую верцал! Ё-моё, смотри, какой хорошенький! Ты куда? Я к тебе! С днем победы! С днем победы! С днем победы! Поздравляем! Счастья, радости желаем! Ну-ка скажи, кто Обама? Кто Обама, блять, говори! Говори, кто Обама! Опять нагуляла? Опять котов, блять, нагуляла? На заводском шоссе ведется, блять, благоустройство домов! Как мы видим, после последнего нашего приезда сюда все поменялось! Все готово к капремонту! Благоустройство идет, озеленение! Чемпионат мира мы готовимся полным ходом! Кубку конфедерации, к сожалению, провести не смогли! Но это не от нас зависело! Ты вещи так говоришь, потом говорят, что нет, это не на каждом! Вот давайте сейчас, чтобы все поняли, про чем я! В прошлый раз вы заходили, я сказал, что готов, вы сказали, что мы подорожнились! Погода говно, иди ты нахуй! Вот реально было хуево! Ну вот! А мне, может, сейчас на душе так это будет! Смотри, пацаны, это нужно будет еще, короче! Ну ты готов этих пидарасов-колхозников отписать? Да, иди, давай подумаем! Подумать, короче, как сделать, чтобы параллельно на двух тачках рядом проехать, чтобы некий-то снять! Вот здесь, да! Виндросик! Ты че, мистер Блэкстар? Да! Золотой ребенок? Привык! Жить! Влюкся! Уже! С пеленок! Звезда! Любой пати! Кинопленок, блядь! Ебать, я ничего не снимал, пиздец, я ничего не снимал! Покажи удар, пожалуйста! Показать? Да! Ты никому не выложишь? Мне нужен фирменный удар у твоего, кикбоксера! Так! 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 И че, и как это работает? Попробуй, будь сам узнает! Ты че мутишь-то? Сука! Да, он, помню, как раз алкаша хотел ебать на районе, туда убал, а теперь вот так стоит. У него шорта наайковские короткие такие, вот так перед ним стоили. Я понял, что сейчас будет удар уже, но удара не было. Ну, это че, спарринг у вас будет, как по эру? Раунд вон! Файт! Видели? Тебе нахуй, первый дачик! Мы даже не прокомменялись на первый бьем, но... А, ну, мы как бы по очереди бьем? Ну, не знаю, битул, сейчас. Ну, блядь, от стырена дамилась. Раунд вон! Понимаешь, что мы не будем, вот, Андрея, выкасаться? Поебалу до ногой. Раз, два, три. Раз, два, три. Блядь, ну... Раунд вон! Файт! Я борец. Ну, пройди ему. Ну, если ты борец, то, да? Это что, школа Карелина? Сразу, значит, ебай, четко мне подходит, что ты хочешь. Да все, блядь, сразу. Слушай, ну, это же, блядь, понимаешь? Ребячество должно быть. Ну, я же сегодня тебе накосил. Контент, понимаешь, должен быть такой? Какой? Ну, блядь. Так, чтобы он выстрелил. Ебать. Причем тут контент выстрелил? Ты снимаешь? Ну. У тебя же есть цель? Ну. Цель нарезать. Все. Я хочу историю снять. Давай потом. А че, так можно? А че, так можно тебе? Развари, да. Сейчас. Охуенно. Будет просмотр. Такие жертвы, такие жертвы, такие жертвы. Такие жертвы. Чем шо? Давай. Давай. Едем. Давай. Едем. Я не успел Ты просто бог кино Кино? Кино, вино, домино, шалавы Ну, давай, давай, давай Свадьба, блядь О, есть Про работу, ебать Короче, научился в нивере Ну, толком не работал, еще нельзя, тушь не колол И это Что-то у меня была свободная Какая, свободные дни Я решил устроиться на работу Пошел Данил, ты че? Майку по закладке купил? Да Вот И, короче, устроился на работу Написано, типа, торговый представитель А у меня там тачка была уже И это, я пошел Там прошел, короче, собеседование Обучение В итоге, короче, там такие Ну, вот мы, типа, делаем это Как вот Обучение Как вот По аптекам, короче Там надо градусники Приборы для измерения давления Мы, типа, все это Производим Надо раскладывать По полочкам Ебать, копы ставят Да Ну и ладно Ну вот И король Э, вот моя туха, кстати Почти Похоже И это И Оказывается, в общем, этим чувакам Делают паленые корочки То, что они работают В министерстве здравоохранения Потом Они приходят, короче У них есть база бабок Которые очень старые Там, дедов и так далее Они приходят к ним И такие, типа Вот министерство Магии, блять Медицины Выделило для вас Типа бабки на лекарства Оно стоит сто тысяч Для вас тут двадцать Там две серебряные капсулы Магнитные Ты, типа, их проглатываешь И они между собой У тебя в желудке Две недели, короче Хуячатся И, типа Тренажер для желудочного Кишечного тракта А потом ты их высираешь Можешь, короче, их в пизду вставлять В жопу или в рот Кому-ка-то делается Пиздец, ебать Я, короче Был только один день Естественно, я даже не работал То есть мне там Пока показывали, как это делается В пизду засовывали? Нет Ну Если мы заходим в квартиру Там просто эти мужики А я вообще не знал, что там так будет Они такие Вот, ебать Начинают им на уши приседать А там, например, такая Ну там Пиздец Такие, знаешь, квартиры Ебать уже все Ну очень уставшие Люди, бля, вообще Так жалко было людей Я подумал Бля, кто работает Это хуйня полные Ебланы, блядь И их нахуй Не знаю, блядь Даже жизни не назовешь, блядь Тебе нравится Тебе нравится заморачиваться? Я вообще, вот знаешь Обожаю заморачиваться На самом деле Я никогда не убил А вот это мне через Получилось заморачиваться Что? Плохо? Заебись День Победы Заебись На ту сторону Перевалить Нужно Че? На ту сторону Перевалить В смысле На ту сторону Дома? Домой идти А че, не можешь? Не могу Что ты хочешь узнать мое мнение по поводу вот этих вот всех перформансов Девятомаевских? Моя позиция ясна Не задевая никаких политических тем, выражу свое мнение по поводу этого всего Дорогой мой подписчик Не знаю там разделите ли вы мое мнение или нет Это все равно мне Вот В общем, праздник это ни хрена не наш Мы его не заслужили Максимум, что мы должны сделать Это отдать Обойди чертовы ворота ебаный в рот Что ты? Максимум Это Как я с вами инстаграм вчера выразил уже Как бы Подарить цветы Купить гвоздик Подарить цветы Ветеранам Которых осталось совсем немного уже Которые действительно заслужили не нуждаться ни в чем Их осталось там, грубо говоря, участников войны там в нашем городе Вообще по пальцам сосчитать, я думаю Но у нас есть деньги, блять, выстреливать салют Который вчера гремел в полночи Выстрелить в небо По годовой бюджет Самарской области Блять, я думаю, наше правительство в силах обеспечить им хорошую старость Но почему-то этого не делает До сих пор всплывает то, что кому-то негде жить там из них Кто-то в чем-то нуждается Я считаю, что это вообще полный пиздец И каждый человек, который Вешает себе наклеечку там С Днем Победы Спасибо Деду за Победу и так далее Мог бы на эти деньги просто взять и купить Букет цветов и подарить Прямое добро нужно делать, господа Если вы такие там ценители, чтители памяти Великой Победы У меня просто был случай в жизни Было это, наверное, лет десять назад На набережной, на День Победы как раз Вот это вот все Воеватели, дедовоеватели Все тут, блядь, гордятся, все дела Но по факту идет салют Бухлину кидают под ноги бутылки пустые А рядом стоит дедушка там весь в медалях И бутылки эти собирает Вот такие вот спасибо Деду за Победу По поводу Георгийской ленты Это вообще отдельный разговор Эта акция придумана, блядь Я не знаю, просто по мне так дегенератами Потому что, ну, по сути, может быть Оно и придумано изначально С благими намерениями, но вот Везде, блядь, везде, везде Она была атрибутом там Георгиевского креста, орденом Святого Георгия Высшая награда Георгиевская лента Это не пиар-акция И не подогрев зэкам, которые шьют их на зоне Это награда действительно была А сейчас ей повязывают водочку там бывает Путинку или там еще что Это печально очень все Воспоминания нахлынули Вот в этом доме мой одноклассник жил Первый раз я здесь вышел В интернет у него дома Через телефон нахуйню Это когда А, отсоедини там это Сейчас мне звонить нельзя будет на домашнее Я сейчас в интернет буду заходить Вот эти вот картинки Мы картинки качали, блядь, по полдня Фотки всякие фанатские Первый раз отсюда заказал какую-то Панаму, блядь Полуку Че-то они, блядь, Барбари, что ли? Здесь же, не отходя от кассы Был охуенный секонд-хенд Чикали Лонсдейл Пола А, суки А, даже еще тогда Лакост Просто жопой жуй Было Лакост Пола Даже не брали Искали чисто Лонсдейл Джинсы Левис тут просто пачками Пачками отсюда Забирали А теперь вот-вот Солеведы Соли Спайсы Миксы, блядь, только одни Соли 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 Соли